Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре внимания». С вами Татьяна Бебенова. Чем должна запомниться уходящая неделя в Мордовии, мы расскажем вам сегодня. Итак, смотрите в этом выпуске «В центре внимания». Цемент подмочен. Ситуация на крупнейшем предприятии региона в центре внимания властей. Сколько работников Мордов-Цемента потеряют работу и чего они боятся больше безработицы? Из Чамзинского района. Специальный репортаж Павла Степаненко. Нам вас так не хватает. В Тольятти началось производство новой «Лады», когда «Икс-Рей» поступит в продажу. И кто первый в очереди на горячий хэтчбэк? Открытые «Шкода» чешские автомобилестроители в честь юбилея марки позвали журналистов на большой тест-драйв. Как водители Евросоюза отходятся без шипов на горных дорогах? И почему «Шкода» не готовы продавать в России самые экономичные двигатели? Репортаж Юлии Пруновой с чешским акцентом. Праздник рядом. В Саранске открылись елочные базары и муниципальные катки. Как встретить Новый год и выжить? Профессиональные советы наших журналистов. В понедельник Владимир Волков провел большое совещание, посвященное проблемам мордов-цемента. Дело в том, что предприятие сокращает рабочих, объясняя это модернизацией производства. Но этот завод слишком важен для республики, как один из крупнейших налогоплательщиков. А для Чамзинского района мордов-цемент, ну как сердце для человека. Когда дела на цементном заводе идут не очень хорошо, это сразу чувствуют жители Чамзинки и Комсомольского. И сейчас как раз такой случай. С прошлой недели соцсети бурлили. Было очень много публикаций про большие проблемы мордов-цемента. Писали и уволенные, и кандидаты на вылет. Но на камеру рассказать желающих не нашлось. Предположу, что кто-то чего-то боится, а кто-то на что-то, наверное, еще надеется. Поэтому Павел Степаненко отправился в Чамзинку и на месте почувствовал. Район боится остановки сердца. На мордов-цементе никого нет? Нет, никого? Да, я сама там работала, наверное, на пенсии. Скажите, вы сейчас не знаете, что там сейчас происходит с увольнением рабочих, сокращением штатов? Вот вы слышали что-нибудь такое? Слухи такие по городу? Да, слышала. Считала в интернете. То, что их не сокращают, а увольняют, заставляют увольняться. Прям даже вот там? Без как бы соблюдения трудового кодекса. В том же духе отвечают и другие люди. Сердце района шалит. Это здесь известно всем. Как ни крути, но это все-таки мнение нескольких случайных прохожих. За более компетентной точкой зрения мы идем сюда. Это Чамзинская районная администрация. Заранее мы о встрече договориться не смогли. Идем на удачу. Удача в руки не далась. Глава района в отпуске и О в Саранске. Вахтер на месте. Нас интересует ситуация на мордов-цементе. Кто может прокомментировать? Можете подсказать? Мы решили глава. Только глава. А их нет. Только нам сейчас никто не поможет. Никто не поможет. А удача-то ждала нас за пределами этого здания. У новогодней елки. Как украшают дерево, как раз вышла посмотреть глава городского поселения. Мы для населения вот эту вот всю красоту создаем. Для того, чтобы население пришли сюда. Новый год отметить. Но сегодня, я думаю, Новый год будет не особо. Потому что очень большое сокращение. Настолько, что коснулось даже семьи мэра. Ее дочь тоже лишилась работы. У меня работает дочь. У меня зять. Работает в мордов-цементе. Вот евро сейчас цемент. Раньше они работали в мордов-цементе. А сейчас Татьяну сокращают. Родное предприятие здесь любят и ценят. Говорят о нем как о надежной опоре. Правда, в прошедшем времени. В основном все молодые люди работали на предприятии. И то, что уже было видно. То, что у нас такой прогресс начинался. Вот как сказать. Строили дома. Покупали машины. В общем, мы были такие спокойные. И вообще даже не это. Никогда не задумывались о будущем даже. То, что нас это все устраивало. Неужели и правда все в прошлом? Спрашиваем уже на заводе. Его руководитель уверяет, все только начинается. Слов увольнения или сокращения избегает. Предпочитает толерантное высвобождение. Мол, мера вынужденная, а возможно и временная. Пеняет на экономические трудности и снижение спроса. А следовательно и производство. Аж на 43%. Высвобождение также связано с тем, что приемлемо развитие и дальнейшее совершенствование современных высокоэффективных способов производства цемента. Таковыми на нашем предприятии являются линии сухого и полусухого способа производства. Это полноценно автоматизированные циклы. Мы уходим, соответственно, от низкоквалифицированного, тяжелого труда и переходим на доведение и до проектной мощности, и реализацию ряда, в том числе инвестиционных проектов, нацеленных на полнейшую максимальную автоматизацию. Это значит, простых рабочих нужно гораздо меньше. Их будут увольнять в течение нескольких месяцев, как говорят, с приоритетным правом устройства на другие предприятия. Провести с руководителями 24 организаций Мордовии, в основном это, как я сказал, прилегающие районы, Чемзинский, рассмотреть тему наличия вакансии и устройства высвобожденных работников Мордов-Цемент с приоритетом отдачи приоритета приемки именно работников Мордов-Цемента, а не каких-то внешних соискателей. Получить прямой ответ на вопрос, сколько же будет высвобожденных, оказалось не так просто. Руководитель гораздо охотнее рассказывает о миллиардных инвестициях последнего года, о снижении энергозатрат и повышении конкурентоспособности, о том, что уже в апреле выйдет на проектную мощность. Что ж, попробуем так. А сколько у вас остается людей после высвобождения этих сотрудников? Ну, средняя списочная численность, она порядка 1100 человек будет. 1100 человек, то есть это приблизительно, ну, не половину, чуть меньше половины, да, у вас высвобождается? Да, не более 30%, не более 30%. То есть порядка 500 человек. Для республики немало. В госком труде конкретную цифру тоже не называют, но при этом обещают на произвол судьбы никого не бросят. Вот я сейчас вам не хочу говорить как бы цифр, потому что она сейчас плавающая. В принципе, оптимальную цифру она сейчас вырисовывается при обоюдном, значит, обсуждении этого уже с коллективом, в том числе, и той задачей, которая поставлена главой республики Мордовия. Персональная работа будет с каждым проводиться по вопросу их трудоустройства, в том числе и на предприятии, на этом же предприятии, посредством переобучения и трудоустройства на другие профессии, специальности. Также на предприятии Чайминского района тоже была проведена рабочая встреча с работодателями, значит, по этому поводу, которые представлять будут вакантные рабочие места. И, соответственно, вопросы переобучения. Переобучение за счет средств республиканского бюджета по те профессии и специальности, которые нам сейчас необходимы на рынке труда. В том числе и прорабатывается вопрос возможного трудоустройства на предприятии организации с доставкой, естественно, обратно в город Саранское. В Чайминском районе слышат эти обещания и принимают их во внимание. Однако тревогу унять не так просто. Я работаю уже 26 лет в администрации, и 10 из них главой поселения. Меня очень беспокоит. Что же будет с нашей молодежью? Вот сегодня, да? Что будет? Павел Степаненко, Александр Гурьянов, Андрей Просвиркин. Программа «В центре внимания». Педагоги справились с ЕГЭ. Напомню, чуть больше месяца назад учителя начальных классов и учителя русского языка и литературы попробовали свои силы в написании ЕГЭ. Это был эксперимент, который провели Министерство образования Мордовии и Центр мониторинга и оценки качества образования. Решили сравнить результаты учеников с результатами учителей и выяснить, смогут ли учителя сами качественно написать экзамен, к которому готовят своих учеников. Учителя сами определили, будут писать тесты анонимно или персонифицированно, то есть с указанием своих данных. В исследовании приняли участие почти 2500 педагогов. Сразу скажу, большинство пожелали остаться неизвестными. И вот результат. Они показали результат в 69,9% выполнения. Учителя начальных классов, которые подписали свои работы, то есть они выполняли персонифицированно, их результат 81,2%. Учителя русского языка, результаты их значительно отличаются, они достаточно высокие. И даже та группа, которая писала анонимно, имеет 75,4% выполнения в среднем. Группа, которая заявила о себе, то есть персонифицированно, у них результат очень высокий. Это 87,1% выполнения. Отмечу, 5% учителей русского языка справились с работой на 100 баллов. Но есть и такие, кто написал с результатом ниже 50 баллов. Есть даже 34. Но это, как говорят специалисты, скорее исключение. Кто оказался слабым звеном в цепи образования Мордовии, мы не узнаем. Работы с низкими баллами написаны анонимно. Впрочем, таких педагогов никто бы ругать не стал. Это же эксперимент. Изначально говорили о том, что никаких мер, скажем так, карательного характера ни к одному педагогу не будет применено. И прежде всего потому, что цель-то была совершенно иная – понять причины и помочь с ними справиться, чтобы потом получали мы более качественные, более хорошие результаты. Поэтому хоть персонифицированные, хоть анонимные результаты, для нас это просто почва для продолжения работы. Первое, что мы сделаем, то есть, в принципе, их непосредственные руководители, ни директора школ, ни начальники управления образованием муниципальные не получат на руки результаты ни одного педагога. Это результаты конкретного педагога. Если он сказал о том, что он написал персонифицированно, указал свою фамилию, это означает только то, что он может это использовать потом в дальнейшем при аттестации. Для тех учителей, кому впору самим садится вновь за парту, организуют курсы повышения квалификации. Хотя в целом в Министерстве образования довольны результатами педагогов начальных классов и больше успехами учителей русского языка и литературы. И есть повод для гордости за учителей-филологов. Если мы говорим о том, что практически 70% учителей получили результаты от 90 до 100 баллов, то это очень хороший результат. Чуть ниже, конечно, результаты у учителей начальных классов по русскому языку. Но, может быть, это связано еще и с тем, что все-таки учитель начальных классов, он же как бы многостаночник, у него очень много предметов. Он должен научить ребенка письму, грамоте, должен научить счету, то есть азы. Он формирует азы. И даже то, как правильно поставить руку. То есть у него несколько иные задачи, нежели у учителя основной школы и средней школы. И еще немного статистики. Лучшие результаты ПЕГ, анонимные и персонифицированные, показали учителя городского округа Саранск. Лучшие, но не пожелавшие себя назвать, работают в школах Рузаевского и Краснослободского районов. У них свыше 82 и 83 баллов соответственно. Педагоги, кто смело заявил о своем участии в эксперименте, те, кто добился высоких результатов ПЕГ, живут в Страшайговском и Чамзинском районах с результатами выше 91 балла. Теперь осталось выяснить, если у учителей такие высокие баллы, то почему результаты их учеников, выпускников школ оставляют желать лучшего? И есть еще куда стремиться. А заместитель министра образования Елена Солдатова не побоялась написать ЕГЭ по русскому языку, была уверена в высоком результате. Мне не стыдно. Если не, как сказать, не польстили проверяющие, то 93 балла, собственно говоря, я на больше это и не рассчитывала, потому что, ну, все-таки для того, чтобы набрать 100 баллов, нужно быть, ну, по крайней мере, практикующим педагогом, да. Я согласна, что если ты раз получил знания, получил хорошее знание, и, как говорится, то есть их у тебя уже никто не отнимет, это значит, они навсегда. Мировая премьера. В Тольятти началось промышленное производство новой модели. Это Lada X-Ray. Автомобиль уже протестировал Николай Меркушкин. Губернатор Самарской области стал одним из первых, кто встал в очередь на новый автомобиль. В продажу X-Ray поступит только в следующем году. Чувство гордости, что появляется у нас машина, которая снова будем, россияне, гордиться тем, что у нас есть своя машина, которая не хуже, чем производится в других странах. По крайней мере, в этом классе, как и было, допустим, для Lada. Первые выпуски там 40-50 лет назад, вот, так и сейчас. Это новое рождение автоваза. Предыдущая модель автоваза Lada Vesta вскоре составит основу губернского автопарка. Решение покупать для чиновников вместо дорогих иномарок отечественные модели укладывается в логику федеральной власти. Владимир Путин не раз говорил, что сейчас время сокращать расходы на госаппарат. И за счет одних только машин Самарская область добьется существенной экономии. По мере того, как правительственный автопарк будет приходить в негодность, Тойоты отправятся в утиль, а их место займут и недорогие Весты. Закупки начнутся в январе месяце. Подготовят машины, там часть из них будут удлиненные. То, что разработал завод. И, на мой взгляд, это очень удачный вариант. Мы еще договорились, что вместо 25 сантиметров удлинения сделать 15, чуть меньше. Это будет тоже очень комфортно и удобно, и, может быть, чуть-чуть дешевле. И эти машины в основном мы будем покупать. Николай Меркушкин рассказал о том, как АвтоВАЗ будет развиваться дальше. Планы очень большие. Ведь сейчас в Тольятти делают машины под несколькими брендами. С ладой на конвейере соседствуют Ниссаны, Датсаны, Рено. Но для каждого россиянина главные машины все равно те, что с ладьей. Сразу после этих моделей на будущий год пойдут на этой базе новые модели. На этой базе они тоже будут абсолютно мирового уровня. И дальше будут новые разработки. Вообще планируется в течение где-то 5-6 лет порядка 25 новых моделей. И, естественно, это все будет уже не вчерашний день, а сегодняшний и завтрашний. Три года назад Николай Меркушкин приобрел Ларгус, теперь вот записался на X-Ray. 200 предсерийных экземпляров в Тольятти уже изготовили. Всего в первый год производства автогигант намерен выпустить 20 тысяч X-Ray. Но не вазом единым, хотя эту фразу наш редактор Калина Вод хотел из эфира вырезать. На этой неделе 120-летний юбилей отметила одна из самых старых европейских марок автомобилей. Чешская «Шкода» праздновала именины, но не одна, а в компании журналистов со всей России. Среди приглашенных оказалась съемочная группа программы в центре внимания. Прямо в аэропорту Праги они получили ключи от новенькой «Шкоды» и отправились путешествовать. Три дня по горам и долинам Чехии и Польши. За это время наш корреспондент Юлия Порунова успела спуститься в подземелье старинной крепости, посидеть за рыцарским столом и выпить чаю в настоящем замке. А наш оператор Александр Гурьянов умудрился привести в замешательство сразу трех средневековых солдат Чехии. Поводить «Шкоду» по горным серпантинам и даже увидеть привидения. Мне до сих пор непонятно, как упоротый коленовод-редактор позволил нам отправиться на тест-драйв «Шкоды». Но мы отправились поездом до Москвы и уже оттуда в Прагу. На парковке неподалеку от аэропорта нас ждали автомобили. У нашего оператора Александра в душе теплилась надежда покататься на «Снежном человеке», то есть на «Шкоде» и «Ети» – кроссоверу в дивной окраске цвета Монте-Карло в память о гонке, которую когда-то выиграла одна из самых первых машин этой марки. Ведь повезло, ключ от «Ети» кладем в карман, а машину заводим с кнопки «Старт». «Шкода» путешествие начинается. Сейчас мы находимся в горах Чехии, именно отсюда мы начинаем наше путешествие со «Шкодой». По городам и небольшим деревюшкам мы будем путешествовать три дня и расскажем вам обо всем, что увидим. О Чехии, которую мы увидели сегодня, которая близка нам до сих пор, которая когда-то входила в зону влияния Советского Союза и во многом сохранила в себе близкие всем вчерашним советским людям черты. Первые полчаса мы восторженно снимаем виды, благо панорамная крыша позволяет делать интересные и даже смешные кадры. Потом углубляемся в изучение навигатора «Шкода-Ети» и выясняем, что мы едем в небольшой чешский городок под названием Гарахов – горнолыжный курорт из сердца богемского стекловарения. Там придумали винные бокалы и хрустальные люстры, и все, что когда-то составляло гордость и славу советских сервантов. Сначала здесь делали исключительно богемский хрусталь для питья, а потом один из инженеров подал идею создавать хрустальные люстры. Идея прижилась и стала необычно популярной. О таких светильниках в Советском Союзе мечтали все домохозяйки и театральные деятели. После развала советского блока стеклянные заводы по всей Чехии начали закрываться. Однако этот в Гарахове сумел сохранить свое производство и стал туристическим миром. После Гараховского музея стекла мы отправляемся дальше. Впереди нас ждет горный серпантин. Кстати, мы сменили Йети на дизельную Октавию Универсал. Такую в России поставлять пока не собираются. А жаль. Экономичный двигатель был бы популярен и у нас. Багажник даже для наших телевизионных кофров оказывается велик. Такое с нами случается впервые. Это уже даже не багажник, а настоящая кладовка. Дверь закрывается кнопкой. Владельцы универсалов поймут, как это приятно не пачкать руки до и после каждого посещения багажника. Внутри салона нам тоже понравилось. Панорамная крыша. Сидеть удобно всем. А не только тем, кто впереди. Как человек, рост которого чуть больше 180 сантиметров сообщу, на заднем сиденье простор. Голова и колени не упираются. Ноги не затекают во время долгой дороги. Одно огорчает. Красивые виды не позволяют нам ехать быстрее. На самом деле нам очень повезло с погодой. В это время года в горах Чехии обычно туман и часто идет снег. Но сейчас погода просто замечательная. Даже солнце припекает. Впрочем, дорога неблагоприятствует тому, чтобы ехать очень быстро. Поэтому мы имеем возможность выбирать самые лучшие виды, останавливаться и показывать их вам. Организаторы тест-драйва построили маршрут таким образом, чтобы мы смогли ненадолго заскочить даже в соседнюю Польшу. На польской стороне гор с труднопроизносимым для россиян названием Карконоша находится Волшебная долина. Это место прозвали так еще до Первой мировой войны. Здесь находилась Восточная Силезия. Богатых людей было много. И они решили строить себе многочисленные имения. Очень похоже на современные тенденции. Сейчас мы находимся в одном из таких замков. Он является государственным наследием Польши. И здесь сейчас внутри находится большой исторический музей и небольшой ресторан для туристов. Дворцовых и парковых комплексов здесь, в Нижней Силезии, очень много. Большинство были заложены в Средние века. Многие комплексы превратились в отели или рестораны. Посовещавшись, мы с коллегами меняем уютную Октавию на Шкоду Рапид красного гоночного цвета. На ней мы едем осматривать дворцы дальше. Дворец Карпники – самый старый из тех, где мы успели побывать. Историки настаивают, замок был построен еще в 14 веке. Был неправильной формой, имел одну огромную башню. Впоследствии часто менял владельцев, и каждый пристраивал что-то свое. Теперь в средневековых палатах – ресторан. Улыбки и туристы пьют чай с пирожными выцарского камина и рассуждают о том, что неплохо бы провести ночь в местном отеле. Мы торопимся дальше. У нас по плану аристократический санаторий в городе Кукс. Шкода терпеливо ждет нас на парковке, а мы лезем по старинной куксовской дороге. Оператор Александр грустно смотрит на меня из-под штатива. Тащить телевизионные тяжести в гору, пусть даже к памятнику в стиле пышного барокко, ему не очень хочется. Этот курорт во времена Петра Первого начал строить чешский богатый человек, как сейчас бы сказали олигарх. Он предполагал, что здесь будет большой пансионат для аристократов – чешских, немецких и австро-венгерских. Но получилось все не так хорошо, как он задумывал в самом начале своего великолепного бизнес-плана. К завершению строительства оказалось, что аристократы не готовы приезжать сюда и оставлять здесь огромные деньги. Дворцовый комплекс начал постепенно разрушаться. Ко Второй мировой войне вообще был фактически полностью разрушен. Восстанавливать его начали уже в конце 80-х. И вот сейчас добились практически полного сходства с оригиналом. Мы решаем остановиться в небольшом городишке в Архлабе. Здесь делают коробки передач для шкот. Идем в сторону очередного дворца. Трогаем дверь. Открыто. Заходим, снимаем. И только через пару секунд понимаем, что-то не так. Так нас же никто не выгоняет, не требует документов, не задает вопросов. Вы к кому? Почему? На лестнице неожиданно появились люди. От неожиданности оператор даже камеру выключил, приготовился выслушивать неприятные вопросы. Однако их не было. Спрашивали мы. Как называется городок? Ответили в Архлабе. Сколько здесь жителей? 13 тысяч. Чем заняты? Работают на заводе. Желали доброго вечера и попрощались. А мы подумали, что, к примеру, в Ичалковской администрации чешских туристов так точно бы не встретили. Труднопроизносимый «карконош» из чешского переводится как «исполинские горы». По легенде, «карконош» — это дух, который управляет непогодой в горах. Видимо, мы чем-то огорчили этого духа еще накануне. Поэтому он плотно укутал свои горы в пушистые одеяло из тумана и снега. Сейчас мы находимся в Карловых Варах, местечко шпындлеров Млин. На самом деле мы надеялись, что именно сегодня у нас получится подняться на самую высокую гору Чехии под названием «Снежка». Но погода оказалась не на нашей стороне. Всю ночь шел снег, а сейчас довольно плотный туман. И увидеть что-либо не представляется возможным. Поэтому снежка, укутанная туманом, так и остается вне наших взглядов. Хотя можно увидеть, что сейчас на этом месте не так уж много тех, кого обычно называют туристами, ради кого строят такие города. По образу и подобию шпындлеру Млина построили Красную Поляну. Однако теперь, возможно, шпындлеру Млину придется равняться на сочинский курорт. Впрочем, «Шкода», напичканная всеми возможными датчиками, справлялась со всем, что ей приготовили. Дорогу держала, топливо экономила. Робот послушно переключал свет, когда видел автомобиль на встречке. Автопилот на парковке без рук ловко вписывал машину в размеченное место. В какие-то моменты было чувство, что машина готова вести нас чуть ли не без нашего участия. Так мы добрались до старинной крепости Йозефов. Это одна из самых последних крепостей, построенных в Польше накануне Первой мировой войны. Задумывалась она как серьезное фортификационное сооружение. Здесь целых три ряда обороны. Вот можно очень хорошо рассмотреть. Здесь находились пушки. Все было очень удобно. Но до того, как изобрели суперубойные орудия Первой мировой войны. С тех пор здесь уже не осталось ничего. Крепость потихонечку разрушается. И только в последние пару лет Польша и Чехия объединились финансово для того, чтобы отремонтировать крепость, привести ее в порядок и здесь теперь туристов больше, чем солдат. Крепость Йозефов больше Петропавловской примерно в семь раз. Ее гарнизон составлял 12 тысяч человек. Рядом Эльба, Метуя и Упа. Так, чтобы можно было быстро затопить все подступы к крепости. Внутри затейливая система подземных тоннелей. Длина изученных 45 километров. Внутри тоннелей стекла на фото и видеокамерах постоянно потеют. Здесь даже фанерные макеты солдат долго не выдерживают. Жалуются, смотрите. Солдат, там гадз. У бояка стоп. У бойца стоп. Долго бродить по таким переходам без мысли о приведении не пришлось. Легенда, как и полагается, нашлась. Она просто обязана наполнить душу страхом и ужасом. Как у всякого старого замка или старой крепости, здесь есть тоже своя мрачная легенда. Ее нам только что рассказал местный гид. Говорят, что во время строительства один несчастный гражданский строитель случайно нарисовал план крепости. Его обнаружили, судили и повесили на виселице неподалеку от здешнего замка. А вот палач решил, что покойнику самое место в недрах крепости. Говорят, что иногда этот несчастный строитель появляется перед туристами и пугает. Прага встретила нас с Рождественским базаром на главной площади. Дети пели гимны, родители им подпевали, угощаясь горячими напитками из стаканчиков. В палатках продавали елочные игрушки и пряники. Царила над всем этим средневековая архитектура. Всем было весело, а нам грустно, потому что мы готовились уезжать. Шкода подарила нам настоящую рождественскую сказку. Мы ехали в аэропорт на последней машине чешского автозавода, которую не успели попробовать за время путешествия. Шкода Супер. Инженеры назвали ее «Новая эра». Большая, мощная, умная и заботливая. С мелочами, которые делают жизнь проще, оставляя время для настоящих радостей. Юлия Парунова, Александр Гурьянов. Программа «В центре внимания» из Чехии. Мордовия-арена уже встречает гостей и гости эти журналисты. В большинстве городов организаторов Чемпионата мира по футболу на неделе прошли пресс-туры на строящихся стадионах. Наш, Саранский, в первой тройке лидеров по степени готовности. Похожая ситуация на аренах Самары и Ростова-на-Дону. Что уже построили и когда все будет готово, прямо сейчас и узнаем из репортажа Натальи Тюриной. Это первый официальный пресс-тур для местных журналистов по будущей главной спортивной арене Саранска. Всех сразу предупреждают. Надевайте подшлемники и каски. Там будет холодно и страшно. Но мало ли, что может случиться на строящемся объекте. Предупрежден, значит вооружен, кто камерой, кто фотоаппаратом, снимали и на телефон. Через пару часов ленты соцсетей уже пестрели селфи на фоне зрительских трибун. Мордовия-арена за свои строительные заграждения пускает редко. Точно такие же пресс-туры проходят и в Самаре, где генеральный подрядчик строительное объединение «Казань» тоже строит стадион к чемпионату. Да и по готовности они идут практически вровень. Начали возводить купол и стены здания арены. Сборка консолей для купола продлится около года. За это время на строительство общей сложности поставят более 13 тысяч тонн металлоконструкций. Еще чуть-чуть и завершат работы по устройству фундамента стадиона. Уже залито 115 тысяч кубометров бетона, что составляет 97% от запланированного объема. Монолитные перекрытия готовы на 50%. Всего на сооружение монолитной плиты стадиона Самары потребуется 250 тысяч кубометров бетона, из которых 130 тысяч уже залиты. На Мордове-арены цифр, как и работы, меньше. На сегодняшний день выполнено примерно по объему 63% по монолитной части. Значит, в целом работа ведется в графике. Нарожные сети ведем с опережением где-то в 10 месяцев. Мы должны начать в следующем году, начали с опережением срока. С опережением срока также идет начатая работа по внутренней инженерии, по нижним этажам. Этот комментарий мы пишем на так называемой 17-й отметке монолитной части стадиона. Когда она полностью будет завершена, то сможет вмещать 30 тысяч человек. Все, что будет строиться выше 21-й отметки, то есть высоты шестиэтажного дома, будет съемно-разборным. После чемпионата трибуны разберут и будут использовать для самых разных турниров Мордовии. А этот план, направленный на будущее футбольное поле, увидят миллионы телезрителей. Потому что снимаем мы его с точки, предназначенной для центральных камер прямой трансляции. Как выглядит сейчас, а вот как потом. Здесь используют самые передовые и современные методы строительства. Уже залили 50 тысяч кубометров бетона. Здесь работают в три смены больше тысячи человек. И если журналисты уже через час ходьбы замерзли, то строители продолжают заливать, прокладывать, плести арматуру. Монолитные конструкции, они, во-первых, имеют особую прочность объекта. То есть объект, будем говорить, защищен от всех возможных, будем говорить, катаклизмов, таких как землетрясение и так далее. То есть это наиболее устойчивый и прочный каркас. Это монолит. Значит, монолитные трибуны, которые мы выполняем, они, в общем-то, герметичны. И не будет протечника на нижележащие этажи. При сборных стадионах есть такая проблема, когда стадион дышит и могут швы раскрыться. То есть мы от этого здесь гарантированы. Даже со строящегося стадиона гарантированно открывается великолепный вид на город. Но увидеть его обычному горожанину можно будет только после открытия. Так что используйте возможности нашей программы. Возле арены уже формируют парк и делают набережную на реке Инсар. Планируют, что тут будет дополнительная зона отдыха и прогулок. Тем же, кто приедет сюда на матчи чемпионата, открыты все дороги. Добраться на стадион можно будет по прямым автострадам. Из аэропорта или железнодорожного вокзала. До всего буквально подать рукой. Но это перспектива. А сейчас попасть на Мордовию арену вообще сложно. Стройка слишком важная. Поэтому тут особый режим охраны. Восстановлено на сегодняшний день 128 камер. Ведется монтаж специальных пропускных пунктов, которые будут дооборудованы специальными средствами контроля. Это по прохождению металла, по прохождению возможных газовых, будем говорить, вредных веществ, врычатых веществ и так далее. И вот контроль пропуска, значит, индивидуальный проход людей. Сейчас заканчивается, ведется монтаж оборудованный срок. У них 20 декабря. Окончание работы. Ведутся противоторанные въездные шлагбаумы. То есть эта работа должна закончиться в декабре. Имеется по графику до 20 декабря. То есть через неделю. За строительство можно наблюдать онлайн. На стадионе работают 8 камер с трансляцией в интернет. На сайте Минспорта России тоже есть такая функция. А пока в помещении уже начали кладку внутренних стен и проводят коммуникации. А рабочие в свободное время делают ставки на предстоящий чемпионат. И ждут, когда же определят, кто сыграет на поле в Мордовии. Кстати, сдать стадион в эксплуатацию обещают к концу 2017 года. Наталья Тюрин, Андрей Просвиркин. Программа в центре внимания. Не ешь это на Новый год. За пару недель до 31 декабря фраза снова актуальна. Мы все готовимся отпраздновать. Город тоже обрастает новогодними атрибутами. На неделе в Саранске открылись елочные базары. Причем стоимость деревьев осталась такой же, какой была в прошлом году. Но хотя бы цена елок не зависит от курса доллара. Кстати, саратовские чиновники посчитали, что в нашем регионе получается самый дешевый салат оливье. Стоимость салата чиновники рассчитывали, исходя из классического рецепта. 300 граммов вареной колбасы, 5 яиц, 2-3 средних картофелины – это 200 граммов, 1 средняя луковица – примерно 100 граммов, 1 свежий огурец, 1 морковь, 1 банка консервированного зеленого горошка и 150 граммов майонеза. Таким образом, для жителей Мордовии килограмм оливье обойдется в 184 рубля. Ну а чтобы оливье не отложился, на выступающих частях тела мэрия приглашает на катки. Первый открылся на стадионе Саранск. Площадь катка – 6000 квадратных метров, толщина льда – 10 сантиметров. В прокате больше 400 пар коньков. Каток открыт по будням с 3 дня до 10 вечера. В этом году вы увидите еще один регулярный, один специальный выпуск в центре внимания. А потом мы уйдем на новогодние каникулы, чтобы вернуться в эфир во второй половине января. За жизнью телеканала следите ВКонтакте. Нас легко найти по хэштегу ВЦВ. Ну и адрес паблика тоже простой – 10ТВРМ. Не забывайте посещать сайт наших партнеров – информационное агентство «Инфо.РМ». Работает и в будни, и в праздники. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова